Добрый день, дорогие любители всего остренького и режущего. С вами снова Михаил Мангасаров. И я продолжаю вам рассказывать о своеобразном топе ножей, который мне удалось выудить из ассортимента магазина Империя Ножей. Повторяю, с очень большим удовольствием, чисто маньяческим и нажиманским, запустил свои ручонки в их склады, переворачивал коробки, копался в ассортименте, это кайф, который рекомендую испытать хотя бы один раз в жизни любому нажиману. Это когда ты, коробки с ножами, и ты можешь их всех потрогать. Я думаю, что все отлично это понимаете. И вот мы сегодня будем обсуждать уже вторую часть вот такого вот отсортированного топа. В прошлый раз мы остановились на компании Oval Knives и ее ножеки Тупо. Не будем отдельно на нем останавливаться. И дальше у нас по списку идет снова Мистер Блейд. Снова ножички, на которые я очень давно обратил внимание. Это их так называемая Tactical Kitchen серия. Серия тактической кухни. Она состоит из четырех ножей. Я вот сегодня покажу вам два из них. Это вот нож, который самый малый. Я специально не произношу название, потому что, во-первых, можно будет просто зайти на сайт магазина и их посмотреть. Да, в той же империи ножей. А во-вторых, это в принципе не имеет особо большого значения. Тем более, что они вот здесь, кстати, еще и присутствуют. То есть, это у нас вот модель под названием Scout. Это у нас модель под названием Junac. Junac. Значит, чем они привлекли мое внимание? Во-первых, это очень мощные резаки. Я люблю, когда широкие спуски, широкий клинок, спуски от обуха. Для меня это просто синоним возможности делать хорошие режущие движения. Ну и поскольку мы замерный атом, давайте скажем, что хорошие режущие движения на хозяйственно-бытовых продуктах. Это не просто кухонные ножи. Кухонные ножи, которыми вы с удовольствием будете пользоваться, во-первых, у себя на кухне. Скажу вам, как человек, который нажимание не страдает, а глубоко наслаждается. У меня на кухне нет обычных кухонников. Вот такая у меня веселая кухня. У меня сплошные там туристические ножи. И я, и многие другие люди давно уже поняли, что если нож является хорошим туристическим ножом, то он просто обязан хорошо работать у вас на кухне. И вот это просто соединение этой идеи. Потому что у них есть очень удобные кайдоксовские ножны. Очень удобно защелкивающиеся, пардон, не его. Очень удобно защелкивающиеся на рукояти. То есть этот нож, вы можете его носить. Он у вас никаким образом у вас оттуда не вылезет. У нас здесь снизу сделано сливное отверстие на ножнах, чтобы если на клинке или во время дождя сюда попадает влага, все бы это у нас оттуда вытекало. И этот нож вы можете спокойно носить с собой по городу. Если вас, конечно, не смущают его размеры. Если вас смущают его размеры, вы можете носить с собой по городу его младшенького брата, который замечательный ножичек, который очень хорошо режет, который поможет вам практически в любых ситуациях, в которых можно использовать нож. У них выведен небольшой несведенный фальшак, которым удобно делать какие-нибудь колющие движения. И я опять-таки говорю, что речь идет исключительно о мирном атоме, потому что на той же картошечке иногда приходится выкалывать глазки, выковыривать. Ни у кого другого живого глазки выковыривать не надо. Маньяки, уходите сразу от экрана, вы нам не интересны. И вот, собственно, на этой позиции, во второй части моего топа, находятся ножички от бренда Mr. Blade, их Kitchen Tactical серия. То есть серия тактическая кухня. Там серия, по-моему, состоит из четырех ножей. Там три ножа и один мясной топорик. Ну, мясной топорик – это мясной топорик. А вот все три ножа, вы их можете приобретать как отдельно, так и в серии. И с удовольствием ими пользоваться в любой ситуации. И мы переходим дальше. Здесь у нас неожиданно оказался иностранный бренд. Несмотря на все санкции и натянутые отношения, невозможно было не вспомнить о такой ножевой компании, как компания «Сок». И поскольку я являюсь любителем именно резаков, я выудил из ассортимента не всеми любимый «Сок Пентагон Кинжал», а огражданины под наши законодательные возможности «Резачок» – «Сок Рейнджер». Собственно, здесь ничего не надо рекламировать. Это «Сок». То есть, это отличная сталь. На ней еще даже есть маркировочка, которую позволяют себе далеко не все ножевые компании. Маркировочка «Р». Что означает, что это нож, уже созданный под наше законодательство. И маркировка тут стоит уже от самого производителя. То есть, «Рашин». «Сок» специально сделанный для России. Отличный резак. Отличный. На все случаи жизни плюс относительно не тяжелый. Опять-таки, очень любимые мною спуски от обуха. Возможность тонкой резки. Не будем останавливаться долго на этой позиции, потому что что такое «Сок» и что такое «Сок Рейнджер», я думаю, что никому объяснять не надо. Неудивительно, что он у меня оказался на довольно-таки высоких позициях. И вот здесь дальше передвигаемся опять-таки повыше. Приближаемся уже к верхним позициям. Здесь на двух позициях у меня размещается тоже предмет моей наферской, иногда еще говорят, нажиманской гордости. Это то, что у нас, наконец-таки, появились отечественные компании, которые научились делать очень хорошие ножи, очень хорошего качества. Это в данном случае у меня речь идет о компании «Южный крест». Вот у меня в руке модель называется «ЮКОН». Более-менее знающие люди, глядя на этот нож, тут же вспомнят опять-таки ту же самую компанию «Фольнивин». У них есть ножи с похожей геометрией, серия А1 и Ф1. Но здесь ни о каком плагиате, собственно, речь не идет, потому что это настолько традиционная форма. Настолько традиционная, рабочая, испытанная веками форма, что речь не идет, повторяю ни о каком плагиате. Просто это очень рабочий дизайн. Вообще, ребята из «Южного креста» очень большие молодцы. Еще недавно, годика три-четыре назад, мы говорили о том, что появился «Южный крест», вот «Южный крест» пытается возрождаться, и все такое. Ребята молодцы, ребята так возродились, что ими можно уже гордиться. Очень хороший отечественный бренд. В данном случае, повторяю, у меня в руке модель «Юкон», сталь «Д2», рукоять у нас «Карельская береза». Кстати, у этой же фирмы появились уже модели с «Микартой» и «Г10» на рукояти, с «Фуллтангом», потому что, например, я не очень люблю в садной деревянный дизайн, потому что я считаю его хрупким. Это я считаю его хрупким. Наоборот, есть огромное количество нажиманов и просто охотников-туристов, которые предпочитают именно в садной монтаж. То есть, вот такой, который на этой рукояти. Он традиционный. «Южный крест» уже все доказал. Это однозначно крепкий нож, очень хороший резак. Если вы его приобретете, вы однозначно будете довольны. Единственное, я могу замечание, конечно, сделать. Вот эти вот, опять-таки, многие любимые, но многие не очень ценимые чулочные ножны – это, извините, ребят, позапрошлый век. Давайте, пожалуйста, радуйте нас ножнами более современного дизайна, более современных материалов, потому что вот это вот, когда болтается у тебя на поясе, ни о каком современном удобном ношении речь не идет. Но будем считать, что это дань традициям. Все равно ребята молодцы, ребята делают хорошие ножи. Давайте просто проверим. Других ножей мы проверяли в предыдущем выпуске. Почему бы нам не проверить вот здесь? Все работает. Из завода у нас заточка весьма приятная, весьма хорошо работает. Повторяю, южный крест, модель Yukon. В принципе, моделей у них много, они все в той или иной степени немножечко похожи, немножечко отличаются. Все зависит исключительно от ваших вкусов. Ну вот, мне понравилось вот это, поэтому я вам ее показываю. И следующая модель у нас тоже от южного креста. Снова я буду распыляться в восхищении в отношении к тому фактору, что у нас наконец-таки появились качественные отечественные производители. И вот у нас более продвинутая модель. Она продвинутая именно в том, что здесь использована уже более серьезная сталь N690. Любимые мною спуски от обуха. Рукоять Grab. Именно вот за счет конструкции своего лезвия этот нож просто находится на чуть-чуть более высокой позиции, чем вот ножчик, о котором я говорил до этого. Там у нас вогнутые спуски от середины обуха. Здесь у нас прямые спуски от обуха. Очень люблю это. Очень. Рез у этих конструктивных особенностей, он совершенно замечательный. Послушайте. Это нож одной и той же компании. То есть сводилось все, делалось все на практически, наверное, одних и тех же гриндерах. Давайте посмотрим, насколько небрежно я это делаю и насколько оно все равно легко получается. Единственное, что хотелось бы добавить еще маленькую такую деталь, несмотря на то, что я немножечко обругал ножны от вот этих вот замечательных ножей, все-таки хочется сказать, что на традиционном уровне они все равно сохраняют определенную свою продуманность, потому что, если посмотреть внимательно, у нас так же, как и в случае тех пластиковых ножен, имеется уже упомянутое сливное отверстие. У нас ни в коем случае здесь не застаивалась влага, все это не гнило изнутри. То есть, несмотря на некоторую, вроде бы устаревшую технологию продуманности ножны, о нас продолжают думать. Абсолютно ручная работа, то есть это не серийное производство. Ребята выдают очень стабильное качество, при всем при том, что это все делается вручную, думают о пользователе, ребята очень большие молодцы. И, наконец, мы переходим к самой вершине моего топа. И вот здесь, здесь не будет ножа, который сделан по моим чертежам, сделан по моему заказу. Здесь ничего такого не будет. Здесь не будет ничего такого, что является измышлением моей гениальной мысли, поэтому я это считаю лучшим ножом в мире. Здесь будет совершенно обычная американская компания Cold Steel. И их вот такой вот незатейливый ножичек под названием Braveheart. Компанию Cold Steel ругают все, кому не лень. Мол, и столюшка у них средненькая, АУС-8. И закаливают они ее так, что режущую кромочку она держит не очень хорошо, потому что, да, действительно, компания Cold Steel термообработку своих клинков делает так, чтобы они были бы устойчивы на излом. У них бренд нашей ножи самые прочные в мире. Не самые острые, не самые хорошо режущие. Самые прочные. И вот я вас уверяю, что этот свой бренд они выдерживают. Это действительно самые прочные при вот таких вот размерах, да, при таких вот толщинах обуха. Это действительно самые прочные ножи в мире. Но мне этот нож полюбился по совершенно другой причине. Кроме того, что мне нравятся, о чем я уже говорил, восточно изогнутые формы, потому что ими удобно резать, я еще являюсь большим поклонником шотландского скинду. А это шотландский скинду в современной версии. Сейчас появился такой новопридуманный термин backup tactic. Что означает слово backup tactic? Это нож на все случаи жизни. Порезать, поколоть, что-нибудь еще, что традиционно делается ножом. Повторяю, что нетрадиционно делается ножом, от этого ножа ожидать не стоит. В Шотландии этот нож появился, когда англичане, захватывая не совсем английские земли, они запрещали носить местному населению оружие. То есть, с мечом гордому горцу на улицу было выйти уже нельзя. Нельзя было выйти даже с полноценным каким-нибудь средним кинжалом. Потому что времена были суровые и за любое нарушение закона особо ретивые персонажи могли очень легко оказаться на галерах. Тогда штрафом отделаться было очень сложно. Поэтому шотландцы, будучи людьми благоразумными, старались стражу не провоцировать. Все более-менее крупноразмерное оружие они оставляли дома. Но поскольку средневековому как крестьянину, так и не крестьянину очень трудно было обходиться в повседневной жизни вообще без какого-либо режущего инструмента, популяризировался нож более малой формы. Нож скинду. Черный нож. В переводе с гальского скинду означает черный нож. Нож для черной работы. То есть нож для повседневных задач, делали все. И вот этот нож, он у гордого шотландца всегда был с собой. Он вот малый. Сама по себе, кстати, вот эта вот модель от Колстил, она у них присутствует в подразделе шейники. То есть у него в комплект входит такая вот цепочка. И в стиле Маугли полагается носить этот нож у себя вот так вот на груди. То есть в любой момент ты можешь вытащить, у тебя в руке находится нож. Но при всем при этом производитель снабжает его еще и клепсой. И очень удобными отверстиями под любое другое крепление. То есть десятки способов присобачить эту штуку, эти ножны к себе на пояс. И очень удобно его носить. И вот я являюсь настолько фанатом этого ножа, что вот это вот оно из ассортимента. А вот это вот, это уже мой собственный. И это мой собственный уже второй. Потому что когда я понял, что предыдущая модель у меня износилась, я купил себе второй точно такой же. И небольшую ремарочку вслед. Эту модель уже не встретить на официальном сайте Колстил. Она постепенно снимается с производства. Поэтому, если вы хотите действительно обзавестись очень хорошим, удобным ножичком, спешите его покупать, потому что скоро его уже не будет. На этом, собственно, все. С вами был Михаил Магасаров. И мой своеобразный топ ножей, выуженных из ассортимента магазина Империя Ножей. Всего доброго. Увидимся еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.